Предмет. Охрана труда. Тема. Основы безопасности при эксплуатации электроустановок. Фильм второй. Действия электрического тока на организм человека. Продолжение. Степень тяжести поражения человека электрическим током зависит от ряда факторов. Значение тока, проходящего через человека. Длительности воздействия тока. Рода и частоты тока. От пути тока в теле человека. Индивидуальных свойств человека. От сопротивления тела человека. Основным фактором, обуславливающим исход поражения человека током, является значение тока, проходящего через тело человека. Чем больше ток, тем опаснее его воздействие. Безопасный ток. Это ток, который длительно, в течение многих минут и часов, может проходить через человека, не нанося вреда его здоровью и не вызывая никаких ощущений. Точное значение его не установлено. Однако в производственных электроустановках для практических целей наибольшие значения его принимают равными 50-75 микроампер при частоте 50 Гц и 100-125 микроампер при постоянном токе. Наименьшие значения тока, вызывающие при прохождении через человека ощутимые раздражения, называются пороговыми ощутимыми токами. Воздействие порогового ощутимого тока ограничивается при переменном токе слабым зудом и легким покалыванием, пощипыванием, а при постоянном токе – ощущением нагрева кожи на участке, соприкасающимся с токоведущей частью. Значения пороговых ощутимых токов у разных людей различны. Среднее значение порогового ощутимого тока, который ощущают 50% людей, составляет 1,11 мА при переменном токе частотой 50 Гц и около 6 мА при постоянном токе. При прохождении через человека тока, превышающего пороговый ощутимый ток, болезненные воздействия его и судорожные сокращения мышц оказываются более значительными. Наименьшее значение электрического тока, вызывающего при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник, называется пороговым неотпускающим током. Приближенные средние значения этого тока составляют для мужчин 15 мА при частоте 50 Гц и 80 мА при постоянном токе. Для женщин 9 мА при частоте 50 Гц и 50 мА при постоянном токе. Такой ток также условно считают безопасным, но при длительном его прохождении через организм человека возникают серьезные нарушения работы легких и сердца. Электрический ток, превышающий пороговый неотпускающий, усиливает судорожные сокращения мышц и болевые ощущения, которые распространяются на обширную область тела человека. Такой ток характеризуется следующими значениями – от 25 до 50 мА при частоте в 50 Гц. В случае длительного воздействия, в течение нескольких минут, дыхание может оказаться невозможным и в результате может наступить смерть от удушья. Электрический ток более 50 мА при частоте в 50 Гц, проходя через тело человека, производит сильное воздействие на мышцу сердца, расположенную глубоко в груди. Это опасно для жизни, поскольку через 1-3 секунды с момента замыкания цепи тока через тело человека может наступить фибрилляция или остановка сердца. Средние значения фибрилляционного тока, то есть тока, могущего вызвать остановку сердца, составляют примерно 160 мА при частоте в 50 Гц и 700 мА при постоянном токе. В данной таблице приведены симптомы, возникающие при воздействии электрического тока на человека. Из таблицы видно, что чем больше значение тока, проходящего через тело человека, тем опаснее возникающие при этом симптомы. Рассмотрим теперь следующий фактор воздействия электрического тока на организм человека – продолжительность действия тока. Чем продолжительнее действия тока, тем больше вероятность тяжелого и смертельного исхода. Такая зависимость объясняется, во-первых, тем, что с увеличением времени воздействия тока на живую ткань возрастает значение этого тока за счет снижения сопротивления тела. Во-вторых, накапливаются последствия воздействия тока на организм. И в-третьих, повышается вероятность совпадения момента прохождения тока через сердце с особенно уязвимой для тока фазой Т сердечного цикла, продолжительность которой, как видно из рисунка, составляет около 0,2 секунды. Поговорим теперь о влиянии рода тока, проходящего через человека, на исход поражения. Постоянный ток безопаснее переменного тока с частотой 50 Гц примерно в 5 раз. Это вытекает из сопоставления средних значений пороговых фибрилляционных токов. 700 мА для постоянного и 160 мА для переменного. Однако это справедливо для напряжений до 500 Вольт. Считается, что при более высоких напряжениях постоянный ток становится опаснее переменного с частотой в 50 Гц. Рассмотрим следующий фактор. Влияние частоты тока, проходящего через человека, на исход поражения. С увеличением частоты тока, проходящего через человека, полное сопротивление тела человека уменьшается, и, следовательно, происходит увеличение значения тока, проходящего через человека. Поскольку опасность поражения растет вместе со значением тока, проходящего через человека, то увеличение частоты тока ведет к повышению опасности. Но этот вывод справедлив только в пределах частот от 0 до 50-60 Гц. При частоте 200 Гц опасность смертельного поражения снижается в 2 раза, а при 400 Гц более чем в 3 раза. Таким образом, наиболее опасным током является ток частотой 50-60 Гц. Путь тока, который проходит через тело человека, также оказывает влияние на степень поражения человека электрическим током. Если на пути тока оказываются жизненно важные органы, сердце, легкие, головной мозг, опасность их поражения весьма велика. Путей тока в теле человека, которые называются также петлями тока, может быть очень много. Однако наиболее характерными путями тока в теле человека являются следующие. Первый. Рука-рука. Второй. Правая рука-ноги. Третий. Левая рука-ноги. Четвертый. Нога-нога. Пятый. Голова-ноги. Шестой. Голова-руки. В данной таблице даны характеристики путей тока в теле человека. Наиболее распространен путь рука-рука, который возникает примерно в 40% случаев. Опасность различных путей тока можно приближенно оценить по количеству случаев потери сознания во время воздействия тока на человека. Пути тока голова-руки и голова-ноги являются наиболее опасными, так как ток может проходить непосредственно не только через сердце, но и через головной и спинной мозг. К счастью, эти петли возникают относительно редко. Сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение влияют на исход поражения, поскольку они определяют значение тока, проходящего через человека. На исход поражения током оказывают влияние также индивидуальные свойства человека. Практикой установлено, что вполне здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары, чем больные и слабые. Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь, болезнями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями. Отечественные правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривают отбор по состоянию здоровья персонала для обслуживания действующих электроустановок. С этой целью производится медицинское освидетельствование лиц при поступлении на работу и периодически один раз в два года, в соответствии с перечнем работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры трудящихся в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда, утвержденных Минздравом Российской Федерации. В заключении рассмотрим несколько контрольных вопросов для закрепления пройденного материала. Вопрос. К какому виду электротравм следует отнести механические повреждения, вызывающие разрыв сухожилий или вывихи суставов? Варианты ответов. Первый. Общие электротравмы. Второй. Местные электротравмы. Третий. Смешанные электротравмы. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Какая электротравма приводит к повреждению поверхности тела человека в виде круглых бледно-желтых пятен? Варианты ответов. Первый. Электрический знак. Второй. Токовый, контактный, электрический ожог. Третий. Металлизация кожи. Четвертый. Механические повреждения. Правильный ответ. Первый. Вопрос. Электрический удар какой степени? Вызывает у человека судорожные сокращения мышц с болями, но без потери сознания? Первый. Электрический удар первой степени. Второй. Электрический удар второй степени. Третий. Электрический удар третьей степени. Четвертый. Электрический удар четвертой степени. Пятый. Электрический удар пятой степени. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Через какое время начинает развиваться электроофтальмия? Поражение глаз в результате облучения ультрафиолетовыми лучами от электрической дуги. Варианты ответов. Первый. Через два – четыре часа. Второй. Через один – три часа. Третий. Через четыре – восемь часов. Четвертый. Через ноль целых пять десятых – два часа. Правильный ответ. Третий. Вопрос. Сопротивление тела человека определяется главным образом. Варианты ответов. Первый. Сопротивлением подкожных тканей тела. Второй. Сопротивлением кожи. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Вопрос. Какое значение сопротивления тела человека принимается в качестве расчетного в нашей стране? Варианты ответов. Первый. Тысяча Ом. Второй. Тысяча двести Ом. Третий. Триста Ом. Четвертый. Пятьсот Ом. Правильный ответ. Первый. Вопрос. При каком состоянии кожи опасность поражения током резко возрастает? Варианты ответов. Первый. Увлажнение кожи водой или потом. Второй. Загрязнение кожи угольной пылью. Третий. В обоих случаях. Правильный ответ. Третий. Вопрос. Какой участок тела человека обладает наименьшим сопротивлением кожи? Варианты ответов. Первый. Кожа шеи. Второй. Кожа ладони. Третий. Кожа ступни. Правильный ответ. Первый. Вопрос. От каких факторов зависит степень тяжести поражения человека электрическим током? Варианты ответов. Первый. От значения тока, проходящего через человека. Второй. От длительности воздействия тока. Третий. От рода и частоты тока. Четвертый. От всех перечисленных факторов. Правильный ответ. Четвертый. Вопрос. От каких факторов зависит значение сопротивления тела человека? Варианты ответов. Первый. От места приложения электрода к телу человека. Второй. От значения тока и времени его прохождения через тело человека. Третий. От напряжения рода и частоты тока. Четвертый. От всех перечисленных выше факторов. Правильный ответ. Четвертый. Вопрос. Какое значение переменного тока считается безопасным в производственных электроустановках? Варианты ответов. Первый. 50-75 мА при частоте в 50 Гц. Второй. 80 мА при частоте в 50 Гц. Третий. 100 мА при частоте в 50 Гц. Правильный ответ. Первый. Вопрос. Как называется ток, прохождение которого через тело человека вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник? Варианты ответов. Первый. Пороговый ток. Второй. Пороговый неотпускающий ток. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Какое значение переменного тока является фибрилляционным током, то есть током, который может вызвать остановку сердца? Варианты ответов. Первый. 100 мА при частоте в 50 Гц. Второй. 160 мА при частоте в 50 Гц. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Какое значение постоянного тока является фибрилляционным током, то есть током, который может вызвать остановку сердца? Варианты ответов. Первый. 500 мА. Второй. 700 мА. Правильный ответ. Второй. Вопрос. Какая частота тока, проходящего через тело человека, является наиболее опасной? Варианты ответов. Варианты ответов. Первый. 50-60 Гц. Второй. 200 Гц. Третий. 400 Гц. Правильный ответ. Первый. Вопрос. Какой путь тока, проходящего через тело человека, является наиболее опасным? Варианты ответов. Первый. Рука, рука. Второй. Голова, руки. Правильный ответ. Второй. Второй. Третий. Второй. Третий. 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 Продолжение следует...